Учитель, хей! Большое спасибо за донат, мое почтение. Поехали! Прежде всего, товарищи, сегодня мы будем глубоко анализировать группу Джани Радари, которую в свое время создал небезызвестный человек по имени Константин Семин. Почему меня вообще заинтересовала эта группа, понимаете? Просто Константин Семин, он был ведущим на федеральном телеканале, типа он пропагандист. Я подумал, представьте, вот если бы были группы, там, не знаю, у Владимира Соловьева, у Дмитрия Киселева, не знаю, у Екатерины Андреевны, прикиньте, у них были бы музыкальные группы, в которых бы они играли, там, пели песни, что-то делали, снимали клипы. Это было бы так интересно посмотреть, да? Ну, есть группа Пилигрим же, например. Интересно представить, что вдруг они настоящие люди, вдруг у них есть там какие-нибудь увлечения, вдруг они занимаются творчеством, вдруг что-то еще. А тут Константин Семин, у него есть рок-группа, или как она, каком она жанре играет, я пока не знаю, пока ни одного видео, ни одной песни не смотрел, не слушал. Это всегда вызывает симпатию. Хочется посмотреть, заценить и так далее. Правда, про Константина Семина я знаю немногое. Я помню, что где-то лет пять назад он выкатил три огромных фильма про то, что надо отменить ЕГЭ, и про то, какое плохое у нас образование. Ну, соглашусь. И все блогеры наперебор... Не хочется соглашаться с коммунистом, но здесь он прав. Это все репостили, говорили, вот, смотрите, как все плохо. Больше я особо не следил за творчеством Константина, поэтому ничего сказать не могу. Но я придумал шутку. Почему коммунисту не нравится ЕГЭ? Потому что там можно выбрать из нескольких вариантов. Неплохо. По факту, как бы. Ладно, признаюсь честно, я решил записать это видео только потому, что я придумал эту шутку. Так что дальше, что будет происходить, совершенно не знаю. Но я предлагаю вам в комментариях пофантазировать. Например, если бы у Владимира Соловьева была бы группа. Мне кажется, это был бы какой-нибудь brutal death metal. Реально. Потому что Соловьев, мне кажется, легко может освоить экстрим-вокал, если ему походить к толковому преподавателю. Потому что глотка-то у него явно рабочая. И он бы выдавал... Я не знаю, как бы могла называться его группа, и про что могли бы быть песни, как бы песни назывались. Потому что я уже вижу на сцене, он в своем там кимоно, или что он там носит. Просто там орет. Что-нибудь там типа... А почему же... Что-нибудь такое? Жестким гутуралом там покрывает всех вокруг и призывает... Наверное, из-за авторских прав что-то пришлось вырезать. Я не знаю. Ну блин, жалко, что ничего не было. Что-нибудь такое? Должно быть очень весело. Я бы вот на такое посмотрел. Вот в нужное русло бы пустить эту энергию, которая из него прям пышет, прям пышет энергией человек. Ну да, да. Было бы гораздо полезнее для общества и для мира в целом, мне кажется. Или, возможно, ему бы больше подошел стиль Пикс Квилл. Ладно, шутить можно бесконечно, но пофантазируйте. Каких можете вспомнить пропагандистов, каких ведущих телеканалов, которые бы могли... Вы знаете, Соловьев такой... Выходит, и сперва в песне тихий момент, типа... Вечные 2% дерьма. Потом... Типа того. Так сказать, организовать музыкальную группу, про что бы они могли петь, как они назывались. Вот Екатерину Андрееву я вижу такой нью-вейв-дивой. Чтобы все было в неоне, чтобы была какая-то такая медленная, спокойная музыка, как из Твин Пикса. Вот что-то такое. Потому что она там задвигает, что она открыла чакры и познала равновесие, и все в этом духе. Создадим музыкальную русскую сцену, которую мы потеряли. Которые нас лишили, я бы сказал. Потому что все люди с хорошей дикцией, видимо, пошли на телеканалы. А остались только мамбл-рэперы, которые ничего говорить не могут. Возможно, Константин Семин и друзья организовали группу, потому что у них были инструменты. А, например, у Екатерины Андреевой не было. Даже фортепьяно. Красная Октябрь. Ничего не было. На Яндекс был видос. Хорошо, послушайте. Я могу спасти вас от этой участи. И помочь вам встать на нужный путь. Потому что магазин Skif Music, как всегда, разыгрывает электрогитару. Корейская. Из 90-х. Черная. Гитара. Суперстрат. Вы посмотрите на это. Просто посмотрите. Это может стать вашим. Просто суперзлющая палка. Суперкрасивая. А главное, как ее все-таки выиграть. Давайте я вам расскажу. По ссылке в описании можно всегда свериться с условиями конкурса, чтобы не облажаться. Заходите на сайт Skif Music.ru Наши хорошие друзья, музыкальный магазин. Все для музыкантов там есть. До 30 апреля этого года делаете заказ на сумму от 2000 рублей. И номер этого заказа, это и есть номер вашего лотерейного билета. И 15 мая в прямом эфире будет произведен розыгрыш. Кому повезет, чей билет вытащат, тот и выиграет гитару. И это как бы не прикол. Они этим занимаются уже давно. Все вручения есть на их YouTube-канале с пруфами. Всегда вручали гитары. И это отличный повод, если вам нужны там провода, струны, что-то еще докупить. На 2000 рублей заказали. Можно несколько заказов по 2000 рублей набрать, чтобы обмануть систему. Я вам по секрету скажу, тогда будет больше билетов у вас куплено. Тогда больше шанс выиграть. Еще при заказе можно указывать промокод, ваганыч. Он еще и скидку дает. Так что, одни плюсы. Все честно, все подробные ссылки в описании. Удачи вам всем. Давайте посмотрим. Группа Gianni Radari. Gianni Radari это итальянский детский писатель. Я читал, ну, Чиполино, как все читали. И путешествие голубой стрелы, или как-то так называлось, там, где игрушки все сели на поезд. И мне в детстве очень понравились эти книжки. Особенно Чиполино. Чиполино на меня, конечно, произвел впечатление. И с ним у меня связана детская травма. Я прочитал Чиполино. Думаю, нифига себе, вот это боевик. Вот это антиутопия. Вот это разворачивается масштаб. Ну, просто в голове там, ну, еще в детстве воображение лучше работает. Думаешь, вот это книжка. И говорю маме, мам, давай сходим на спектакль. Фильма-то нет про Чиполино. Мультик советский уже три раза пересмотрели про Чиполино. Спектакль, чтобы живые люди, чтобы человек в костюме Лука вышел и надавал всем этим буржуям. И организовал пролетарскую революцию. Мама говорит, ладно, вот есть тюз в Санкт-Петербурге. Давай посмотрим, что там показывают. А там показывали только 12 месяцев. Ну, мы пошли на эти 12 месяцев. Но мне мама пообещала, что обязательно, как будет Чиполино, все-таки вещание, так сказать, в репертуаре, мы обязательно сходим. И я долго ждал этого момента. Я запомнил обещание. Не подумайте, меня мама моя не обманула. Появился Чиполино в расписании. Мы купили билеты, пришли. И оказалось, что по техническим каким-то причинам кто-то заболел, кто-то там что-то еще. Спектакль отменяется. И вместо него покажут, угадайте, что нахрен, 12 месяцев. Я ненавижу эти 12 месяцев, хоть что там, конечно, в конце и превратились женщины в собак. Это, конечно, лучшая часть спектакля. Но, понимаете, два раза подряд посмотреть один и тот же спектакль, и еще один, когда ты совсем до другой шел с другими ощущениями, с другой верой в будущее. Но будьте осторожны, меня триггерит при названии любого месяца. Логотип Джани Радари – это луговица в разрезе. Явно отсылка на Чиполино. Давайте перейдем на YouTube-канал Джани Радари, так это все можно ранжировать. Так, это концертное видео, что мне уже нравится. Песня называется «Самый верный враг», выступление в Нижнем Новгороде, оформление, мое почтение, все красиво, есть проекция. Так, гитара «Леспол красный», саксофон, мое почтение. Так, Константин Семин лично, микрофонные стойки. Там у нас басисты, тут еще какая-то гитара, не вижу какая. Но надо посмотреть, что за гитара, что за оборудование, потому что, если не «Урал», то хотя бы гитара «Инспектор». Нас критикуют за то, что мы не поем о любви, это о любви. Так, песня о любви, понятно. Но я чувствую тут иронию, будет обман какой-то. Съемка красивая. Короче, пока мне все нравится, и звук сделали нормальный концертный. Постарались, постарались. Опыт работы на телевидении не прошел даром. Блин, это тупо 2007-й вернулся. Ну, как бы да. Неплохо звучит, я вам скажу. Неплохо звучит. Ну, голос у него такой, тембр сам странный немного. Может быть, Константин не идеально поет, но, во-первых, кто бы говорил. Во-вторых, добавляет искренности. Все-таки эта группа, я так понял, не направлена на завоевание чартов. Это высказывание. Это творчество в чистом виде. Интересно, была ли произведена литовка текстов или нет? Вот что, главный вопрос. Холодные берега воспоминаний и зубная боль утрат. Красиво? Дай мне быть твоим врагом, тенью на стене. Без прикола скажу, это классно сделано. Это все неплохо. В общем, это Брайан Молко, если бы родился в СССР. Очень нежно звучит. Прикольная песня. Претензия только одна. Непонятно, как эти концерты и песенки приближают наступление коммунизма. А так все правильно. Так все хорошо. Дай мне быть твоим врагом, все, что нужно, не рюк. Дай мне быть твоим врагом, тенью на стене. Ладно, это очень интересно, но хочется что-то еще посмотреть. Должно быть что-то более такое. На злобу дня. Что-то остросоциальное. Вот я нашел плейлист официальной Джани Радари на канале Константина Семина. Песня «Смотри» с призывом, с восклицательным знаком. Смотри, значит смотри. Ладно, смотрим. Кто я такой, чтобы не послушаться? Сказал «смотри», значит смотри. Батя, он мастер подбирания вообще. Извините. Хорош. Понял. «Rage Against the Machine»? Топ, понятно. Видимо, Константин Семин во время формирования своего музыкального вкуса все-таки смог раздобыть где-то пластинки с нормальной музыкой. Интересно, сколько ему лет. Годы формирования... Но у «Rage Against the Machine» же тоже дохуяли, Ваким. ...правание его музыкального вкуса пришлись на 90-е... На 90-е. Так что это все объясняет? Крышу сносит прямой эфир. А что, качает? И звучит нормально. В красной зоне идут торги. Все кто... Так, Константин Семин... Не удержался и по привычке зачитал новости, как... Ладно, извините. Ну, поддерживаю. Американцы совсем охерели. Помпят людей. Безнаказанно. Так нельзя. Он же уволился уже с «России-24». Это не обязательно в песнях петь. Ему по кайфу, походу. Петь новостей о ЗВЧ. Ты можешь уйти с «России-24». Но она не будет! «Россия-24» из тебя не уйдет никогда. Респект Константину Семину. Он говорит прямо. Как думает, как считает и во что верит. Этого достаточно. Чтобы тебя зауважали. Я бы любому поверил. Я бы сам такой текст с удовольствием написал. Но я, блин, не работал 20 лет на РТР, блин. Или он как? Разлагал систему изнутри, не удалось. Он ушел. Я не знаю. Новости, зло, телек надо выкинуть и так далее. Но это странно слышать от человека, который 20 лет проработал на федеральном телеканале. Хотя, от кого еще это было бы интересно услышать? На каком-то, блин. На РТР, который потом стал «Россия-24» или «Россия-2» или просто «Россия». Я уж не разбираюсь, как они там все... Короче, в России работал. ...позывались эти каналы. Но! По форме, по форме круто, да? Можно много говорить там вот «Стырина», «Orange Agents of the Machine», там «Тыры-пыры». Но это все чушь. Когда мы говорим о отечественной рок-музыке, то если «Стырина» не с отечественной рок-музыки, то уже это неплохо. Какая разница, друзья? Какая разница? Тут главное смотреть. Не, если хорошо «Стырина», то вообще отлично. Красава. Каждый раз, когда трупы засыпаны известью на экране, заставка новости бизнеса... Понятно. Семин знает, о чем поет. Вот так я объясню это. Он в курсе. Вот он знает. Ну да. Он же там работал. Ладно. Смотри. «Дети Ютуба» песня называется. Вот это интересно. Это интересно. Это про нас с вами, друзья. Ютуб – замечательная штука. Он может накормить десяток блогеров, но он никогда не накормит свою аудиторию. И рано или поздно столкновение хрустальной мечты с жестокой и суровой реальностью произойдет. Тут сидит четыре человека, которые не говорили... Это легендарное выступление Димы Масленникова. Который говорит «Это нам все не надо. Мы делаем развлечения и так далее». Ну, выставить Диму Масленникова дураком много ума не надо. Чисто не наши проблемы. Понятно. Я так понимаю, следующий театр действий предлагается. Что Дима Масленников высказал то, что все блогеры думают. Не знаю, думает ли сам Дима Масленников или за него это делает Эльф Торговец. Но неважно. Давайте послушаем ответ. Ответ. Торговец, блядь. Ты в курсе, что Лис Пол – американская гитара или нет? Я его мысль, кстати, если честно, не понял этого Сёмина. Чем ему Ютюб не нравится? Вот были времена, да? Вот были проблемы в мире, что там Афоня разоблачает халат. Да, и награждает его пожизненным дизлайком. Он сказал, что Соболев снимает постановочные пранки, что к девушке никто не пришёл на фан-встречу. Вот это то, что мы на серьёзе обсуждали. Блядь, это то, что мы потеряли. Верните эти времена. Блядь, помните эти золотые времена? Шорем батлы. Вот это всё бифы. Не магия. Вот это вся херня. Блядь, какое было счастливое время, реально, что все проблемы были. Это то, что, блядь, бифы там какие-то происходили. Полно с актёрного, росточные трубы. Так, ну отсылка на Маяковского считывается, понятно, но что-то у них со звуком стало немножко хуже. Меня избаловал Константин Сёмец в своей группе Джанни Радари, что до этого я включал две песни и даже одну живую запись. Всё было замечательно слышно. А тут теперь текст плохо разбирается, что-то его перекрывает по частотам. Фейки и мемы, тролли и боты. О, крашиха пришла. Лол, кринж. Ещё краш. Не про этого, конечно. Всё, мне надо перестать смотреть вот этот весь Дегродский контент, который он показывает, который его очень травмирует, и он переживает за будущее детей. Ну или посмотреть побольше, чтоб на два альбома ещё хватило. Вас запомнят лишь вайбер и ватсап. Нет, вайбер... вайбер и ватсап. Чел. Чел. Ну ладно, он человек постарше. Вайбер и ватсап. Эти вайбер и ватсап с нами сейчас в одной комнате? Заставляя лысеть. Телеграмм и всё. Несчастных пап. Тут у него подрамутруги, кстати. Ну текст написан интересно, потому что в первом куплете там мамы посидели, во втором куплете дети уже посидели, а в третьем куплете папы облысели. Что будет дальше? На полтора часа! Ебать. Ну не знаю, вообще по-хорошему стрим должен быть до часа сегодня. Бля, хз, надо как-то, видимо, на Энергосике крепко сегодня посидеть, чтобы завтра подрубить вечером. Ну, типа как-то так. Ну, я не знаю, вряд ли, конечно, осили, но... Походу просто суббота и воскресенье, так сказать, без стримов. Ладно, Константин Сёмин правильно возмущается тому, что в телевизоре и в интернете одно деградантство процветает. И, в принципе, могу разделить. Ну, 99% что нет, но просто пока мне не отвечает Даша. План дал, что не существует, но действует. Страшно представить, какое-то решение этой проблемы. Надеюсь, не организацию какого-нибудь Верховного Министерства... А что, я дико извиняюсь, это у нас 90 минут. За что ты готов косарь 800 отдать, просто, если не секрет? То есть комитеты, где будут... Или это пока секрет? ...что деградство, а что на благо общества. В принципе, коммунизм же не такая плохая идеология. Коммунизм предполагает, что по природе в человеке больше доброго, чем плохого. Это глупость. Тех, кто с этим не согласен, надо всего лишь расстрелять. И тогда заживем. Отличная идеология. Я просто не очень понимаю, почему... То есть, как бы, я самый лучший человек на Земле. Я самый добрый, самый хороший. Если есть кто-то добрее, я считаю, просто надо его нахуя стрелять, чтобы я снова стал самым добрым. Туп конкретно провинился. Разве не на телевизоре все это началось? И поползло к нам. Мы сидели на Ютубе, никого не трогали. Снимали себе обзоры на игры. И рофлили с элитных мемов. А потом началось это. Рофлили с кеков. Ну, иногда ловили кринж, конечно. Что было дальше. Еще какая-нибудь херня. Коммунизм продакшн. Это все говно, которое там телешоу. Обломали, блять, нам, наш Ютуб. Я хотел тут сидеть, делать полное говно, короче, непрофессиональное. И иметь дохуя бабла, просмотров и нигде не работать. А теперь мне приходится конкурировать, блять, с людьми, которые стараются. Ёбаные уроды, сволочи. Пфу, блять. Телевидение вонючее ваше. С продакшеном хуевым. Шоу шоу. Помните золотые времена, как я в углу экрана с дерьмовым хромакеем на дешевую вебку сидел. И меня сто зрителей смотрело, блять, когда я про Фреда там. Это срач, короче. Шурыгина, давайте еще на Ютуб зальем. Давайте еще заведем специального человека, который будет снимать видео про то, что он посмотрел в телевизоре. Давайте вот все теперь это будут заниматься. Давайте деградировать вместе. Мы вас не звали. Уходите обратно к себе, федеральные СМИ. Мы разберемся. Бля, я, причем я по сути, я с одной стороны уже настолько олд Ютуба, что я тут типа 7 лет. При этом я почему-то до сих пор себя даже как-то не считаю прям олдом Ютуба. Я первые ролики выкладывал в 13-м году. Ну, не просто что-то свое, но просто что-то выкладывал на Ютуб я в 13-м году. Что-то я более-менее пытаться начинать, ну, как бы пытаться что-то начинать делать, я начал, ну, и по сути стримить я уже тогда же и начал. Самый конец 15-го года. То есть, в принципе, 16-й год это вот я начал на Ютубе. По идее это уже, ебать, 7 лет назад, блядь, практически. Ну, сколько? 6 точно. А ведь на тот момент я был не то, что там не олд, там не еще что-то, да, Ютуба. То есть, просто уже, блядь, это уже, это была золотая эпоха, как бы, Ютуба. Это момент, после которого, там, потихонечку все начало идти по пизде. Как деградировать и без вас, понятно? Телеведущий мне будет петь про то, что Ютуб деградация, это я не согласен такое слушать. Я не согласен. Послушаем дальше. Пусть поет, что его телевидение деградация. Это мы готовы слушать. Вообще, я вообще не знаю, кто смотрит эти, Дневник Хача, кто смотрит Николая Соболева, кто смотрит Диму Масленникову. Соболева я смотрю. Кто все, я не знаю, честно. Вот я не могу себе представить портрет этого человека, который может насерьезно это смотреть, восхищаться, радоваться и ждать новых выпусков, честно. Поэтому... В смысле, Дневник Хача смотрит вот самыми ранными. Я, как бы, может быть, даже солидарен с Константином, но чья бы корова, да, как говорится? Ну да, да. Ладно, это все шутки, друзья. Не воспринимай... А на самом деле, как бы... Счастливый человек тот, кто не может представить себе, как выглядит среднестатистический зритель какого-нибудь, блядь, Амирана Сардарова или там еще кого-то. Типа, как эти называются? Ну, короче, всякая вот эта вот залупа. Или, блядь, бесконечные каналы сейчас про бои начали появляться. Это просто самарский стыд. Знаете, всерьез, я знаю, что все коммунисты обиделись и ушли после первой шутки про ЕГЭ, но все-таки, кто досюда слышал, я в этих передачах постоянно шучу, шучу по всякой херне. Посмотрите недавний выпуск этой же рубрики про меня самого. Я снял... А коммунисты пидорасы, уходите. И тоже не стеснялся в выражениях. Ладно, давайте еще что-нибудь глянем напоследок. Вот мне нравится название «Русское радио». Давайте посмотрим, что это. Надеюсь, это клип. Или запись концерта, что тоже пойдет, потому что мы убедились, что семьяная компания могут в продакшн нормально. И клипы, и концертные записи получаются достойными, и звук тоже мне нравится. Кстати, концерты есть не только у группы Джани Радари, но еще и у меня, и у моей группы ЖЩ. На московский концерт уже билет не купил. Ну, у меня нету, но подписывайтесь на МВПД и на Говнида. Пить там солд-аут, но на Питерске еще остались. 22 апреля, Петербург, клуб экшн, ссылка в описании. Обязательно приходите. Потому что я смотрю на это, я понимаю, у меня очень много общего с Константином Сёбином. Я тоже люблю на сцене выступать, когда люди приходят, петь свои песни. Вот эта вся атмосфера, я прям чувствую, я знаю, что это такое. Поэтому я целиком и полностью поддерживаю творческое начало в любых людях. Когда человек занимается творчеством, он очеловечивается, он приближается к создателю, можно сказать. Или что еще умного сказать? В общем, интересно посмотреть, что вот... Он становится создателем, что уж там. Вроде как корреспондент с телевидением, но ведь в нем есть что-то человеческое. Он... У него есть чувства, у него есть желания, у него есть мысль. И он ими делится еще не просто так, а через творчество. Это всегда приятно видеть. Всегда приятно видеть человека. Скрепка. Может это скрепы? Любит группа Джани Радария эти ноты, которые вот здесь располагаются. Блюзовая, так сказать, пентатоника. Бля, это можно сыграть на двух открытых. Очень клево было бы. У меня был похожий риф. Правильный ход. Я всегда говорю, не можете сочинить риф. Отдал рассветывай. Берете блюзовую пентатонику и что угодно играете. Ну это, кстати, очень... Ну вы поняли. Всегда хит получится. Всегда годная тема. Сочту эту песню отсылкой на Joy Division. Dance, dance, dance to the radio, как говорится. Что-то есть тут от постпанка. Вот эти все нотки. Саксофонист мое почтение. Доброе утро. У второго гитариста Фендер Стратокастер. У первого гитариста Лес Пол. Ну, может быть, они наоборот, но, скорее всего, в этой группе там все равны. Но с вами наравне все. Фендер и Лес Пол это два столпа американского империализма. Блядь, как он панчет, а пиздец. Держится пропаганда генштаба. Знаете, как разводился Советский Союз? Приехала Джанна Стенгрей и привезла Стратокастер. Дала Цою Гребенчукову. И Стратокастер им еще дала. Вот на штуку уже отняла. И все. Блядь, как же он панчет. СССР не выдержал удара. Шестисонный. Я вот двухсотый. Здорово. Да вы что, ребят? С первого укуса чизбургера стало понятно, что СССР... Ни хрена у него. Шестисотый. Все уже. С первого гладко-колы. Константин Сумин определенно умеет работать со словом. Тут этого не отнять. Все-таки... Со словом? Старш-корреспондент такой гигантский. Все-таки что-то он умеет заворачивать красиво в мысли. Тут этого не отнять. Не обутых, разлетых, лишившихся крова. Сколько их наплодила твоя демократия. Советский Союз развалился. Все стало плохо. Константин Сумин умер. Ну, здоровье погибшим. Стрелайте громче русское радио. Громче русское радио. Ну, в принципе, я понял. Говорит про радио, которое никто не слышит. Которое вещает вот про все эти ужасы. Про которое он написал всю песню. И в конце говорит, громче сделайте. Хватит молчать. Хватит про себя это думать. Говорите громче. Я понял так. Мысль. И, в принципе, красиво. Все сделано, упаковано, грамотно. Правда, когда пытаешься прыгать на сцене... Ну... Честно говоря, самое некрутое в этой группе, это Константин Семин. Ну, мое вот такое вот ощущение. То обычно получается кринж какой-то. Я сам пробовал. Ну, как-то не смотрится. Не знаю, это только... Когда красиво снято, это красиво выглядит. На самом деле, выглядит это вот так. Посмотрите, главное, что Константин сам кайфует. И все они кайфуют. Это все неподдельные эмоции. Это все искренне. Это все по-настоящему. Это то, что я и до этого много раз говорил, что приятно увидеть живого человека за говорящей головой из телевизора. Все-таки это значит, что надежда еще есть. Надежда есть. Все, я желаю группе Джоанни Радаре ничего, кроме успехов в творчестве, в самореализации. Лично Константин Семин пожелает, конечно, победить демократию и покончить с этим всем беспределом. Сразу перестанут бомбить... Ну, демократию-то я тоже не одобряю. Да, умирать люди. И главное, исчезнет деградация на Ютубе. Все. Так победим. Вместе к светлому будущему. Какие там еще лозунги бывают? Приходите на концерт. Участвуйте в розыгрыше гитары. Черный, крутой, злой. И... Ну, Вагарыч все-таки, я не знаю. Севдоним, как бы, с одной стороны должен говорить о плохом чувстве юмора, с другой стороны, о чувстве юмора. О любви к шуткам. Я не знаю, панчит он просто балдежно абсолютно. Как бы стендапы такого Вагарыча я бы... Чем того самого. Я бы прям только бы и смотрел, судя по всему. Дала. Сою, а потом еще и Стратокастер дала. Это так просто, но так прекрасно.